Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отдых детей и подростков вот что сегодня больше всего волнует родителей. В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, летний сезон оказался под угрозой срыва. По сути, он и так сорван. Ни полноценных лагерей, ни в пришкольных площадах, ни в спортивных соревнованиях не проводилось. Об этом в программе «Свободный диалог» мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Алла Леонидовна Денисенко, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних. Наталья Олеговна Радчук, начальник отделения по делам несовершеннолетних управления внутренних дел по городу Артемов. И Ольга Дмитриевна Лукьянова, заместитель начальника управления образования администрации Артемовского городского округа. Если сравнить показатели безнадзорности и детской преступности прошлого года и нынешнего. На территории Артемовского городского округа наблюдается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 71%. Снижение отмечается лиц, совершивших эти преступления. Но ведь не все деяния подростков можно отнести к преступлениям. За текущий период со стороны несовершеннолетних совершено 38 административных правонарушений. Это правонарушения, связанные с употреблением спиртных напитков. Помимо этого, у нас имеются такие правонарушения, как мелкое хищение. У нас привлечено к административной ответственности два несовершеннолетних, которые достигли возраста административной ответственности 16 лет. У нас имеется два выявленных это употребление несовершеннолетними наркотических средств без назначения врача. С указанной категорией несовершеннолетними проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения повторных противоправных действий. Несмотря на то, что наблюдается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Как правило, это преступление имущественного характера. Это кражи, это есть факт у нас грабежа. Два несовершеннолетних по ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлены в спецучреждения закрытого типа. Это специальная школа имени Тихого. Два несовершеннолетних направлены в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей сроком до 30 суток. Я хочу сказать, что комиссия продолжила работу в своем режиме, как обычно, несмотря на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. В этом полугодии комиссии за 7 месяцев проведено 13 заседаний. Рассмотрено 304 административных материала. По сравнению с прошлым годом немножко поменьше. В прошлом году было 332. И большая часть, конечно, значительная часть, это материалы, протоколы об административных правонарушениях составлены на законных представителей, то есть привлечения родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если в прошлом году за 7 месяцев мы рассмотрели 194 таких материала, то за 7 месяцев 2020 года нами рассмотрено 204 протокола. В чем заключается ненадлежащее исполнение родительских обязанностей? Ну, это, как правило, недостаточный контроль за поведением, обучением, недостаточный контроль за времяпровождением детей, ненадлежащее содержание детей, организация досугок. Дети большей частью совершают именно общественно опасные деяния. Это подростки в категории в основном от 10 до 13. До 13, до 14 там уже уголовная ответственность в отношении по каким-то делам. И, как правило, это дети, которые предоставлены сами себе. Предоставлены сами себе не потому, что их нечем занять, а потому что родители должного контроля не осуществляют. Когда мы рассматриваем детей, они, конечно, приглашаются с родителями на заседание комиссии, мы в первую очередь предлагаем все формы организации досуга. У нас такая возможность на территории Артемовского городского округа есть. И физкультурные, и культурные развлечения. После того, как губернаторам было подписано соответствующее постановление о введении второго этапа снятия ограничений, разрешены стали определённые физкультурные какие-то мероприятия. И продолжила свою работу в федерации самбо и дзюдо. Мы с ними очень тесно работаем. Не все подростки занимаются спортом. Они не все. Мы им подали список, например, на 109 человек. Из этих 109 активно стали ходить 12. На сегодняшний день, по-моему, всего 6. Но, тем не менее, так как у нас текучка, кого-то мы снимаем с учёта, кого-то мы ставим, мы постоянно обновляем их базу, и они постоянно вовлекают несовершеннолетних. Конечно, не все хотят. Во всех учреждениях клубных, которые находятся у нас за пределами именно города Артёма, за домами культуры, за несовершеннолетними, поставленными на учёт комиссию по делам несовершеннолетних, закреплены руководители домов культуры. А руководители об этом знают? Конечно. Они закреплены приказом начальника управления культуры, туризма, молодёжной политики. Они ходят по домам, они разговаривают. Они пытаются привлечь не только несовершеннолетних к культурным мероприятиям, но и семьи, и родителей. То есть, по сути дела, культурные досуговые учреждения исполняют обязанности полиции и школы? Нет. Культурные учреждения, они также являются органами системы профилактики. И у них своя роль. И в рамках 120-го федерального закона они исполняют свою роль. Они должны вовлекать несовершеннолетних в досуговые какие-то мероприятия. Поэтому это их прямая ответственность, прямая обязанность. Комиссия по делам несовершеннолетних – это координирующий орган прежде всего. То есть, и уже направляют органы системы профилактики на работу с несовершеннолетними в целях предупреждения совершениями повторных преступлений и правонарушений. Как Алла Леонидовна сказала, занимаются и органы физкультуры, и спорта, и отдел молодёжи такими несовершеннолетними. Но такие несовершеннолетние и проходят в первую очередь и через инспекторов по делам несовершеннолетних, которые проводят с родителями и несовершеннолетними о необходимости посещения каких-либо кружков секций в целях организации досуга несовершеннолетних детей, чтобы нам ограничить время провождения детей на улице. Он может и не знать о том, что у него есть какие-то возможности, что ребёнок, девочка, она может шить, она может рисовать. То есть не всегда открываются, скажем так, способности. И специалисты указанных учреждений, то есть они ребёнку в этом помогают, открыть прежде всего себя. Тяжесть преступлений, совершённых подростками, насколько она велика? Как правило, подростки совершают у нас преступления небольшой и средней тяжести. Это побои, да, вот у нас есть факт, и причинение лёгкого вреда здоровью. Летний период времени – это кражи велосипедов. Очень, скажем так, это такая наболевшая, скажем так, тема, да, именно кражи, да, велосипедов, потому что ребёнок, да, заходит в любой подъезд, там, к своему другу, к своему знакомому, да. Граждане, как правило, своё имущество, да, в том числе велосипеды, оставляют в подъездах, да, там, в колясочных где-то. Подростку хочется иметь себе такой, да. Это вы сейчас оправдываете подростка, да? С какой-то стороны, если у кого-то есть велосипед, а у меня нет, значит, я его должен украсть. Конечно, нет. То есть с детками это проговаривается, да, и по месту учёбы, да, несовершеннолетних им рассказывается уголовная, административная ответственность. Но, скажем так, что плохо лежит, либо, да, плохо стоит, как бы это, нужно это взять и себе. То есть не каждый ребёнок даёт себе... Устоит перед соблазном. Совершенно верно. В Артёме сложилось несколько таких чётких, организованных детских преступных группировок. Подростки разъезжают по городу и совершают нападения на других подростков. И мы знаем такие случаи. Возле парка авиаторов, в детском парке были совершены такие преступления. Что в этом направлении делается? В этом направлении профилактическая работа проводится, вот о той ситуации, которая... Ну, выявлены эти подростки? Это преступления были совершены не подростками, это преступления были совершены взрослыми лицами, то есть уже достигшими... То есть вы хотите сказать, что взрослые, взрослые, сильные, здоровые дяди нападают на подростков и их избивают? Данное преступление, да, в отношении подростка совершили взрослые лица, то есть которые уже на момент совершения преступления достигли 18-летнего возраста. Данные лица, они установлены и с ними проводятся мероприятия. Вы не разбирались, почему подростки оказались в это время в этом месте? Разбирались, конечно, по данному факту. Между подростками произошел конфликт. Подростки все с нормальных, благополучных семей. Произошел конфликт из-за девочки. Ну и, конечно же, одна сторона обратилась к более взрослым, которые смогут его поддержать. Ну и, соответственно, произошло то, что произошло. В связи с тем, что у нас сейчас летний период времени, все органы системы профилактики принимают активное участие по проверке мест концентрации несовершеннолетних с целью выявления, как вы говорите, таких вот группировок, с целью выявления фактов совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними. Соответственно, при выявлении таких несовершеннолетних, еще и застигнутых при совершении противоправных действий, такие подростки доставляются именно в дежурную часть для передачи таких несовершеннолетних законным представителям и для проведения с такими детьми профилактической работы. Вы сейчас сможете подтвердить то, что на территории Артемовского городского округа детских преступных группировок не существует? У нас есть группы, которые состоят на учете в МВД России. Есть у нас группы. Наталья Олеговна, на сегодняшний день у нас состоит на учете сколько групп? На сегодняшний день у нас состоит 12 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, в состав которой взрослые лица не входят. Все-таки есть. Конечно. А что входит группа? Они распивали вместе алкоголь и напитки. Это уже группа антиобщественной направленности. Это уже группа. Шайка. Совместно совершили преступления. Это уже группа. Или банда. Совместно совершили общественно опасное деяние. Но, скажем так, такие, вот эта вот формулировка организованная группа для меня, это ездят на машинах, стреляют там, скажем так. Нет. Они могут просто собираться где-нибудь на детской площадке и распивать пиво. Совершенно верно. Они поставлены на учете как группа. Но это уже организованная группа. Они состоят на учете как группа антиобщественной направленности. Сплоченная группа. Это не организованная группа. Если у нас на первое место сейчас выходит правонарушение, связанное с распитием спиртных напитков, как вот этому противодействовать? С чего нужно начать? При выявлении факта употребления несовершеннолетними спиртных напитков, токсических, одурманивающих психотропных веществ, такой подросток однозначно будет поставлен на профилактический учет в подразделения по делам несовершеннолетних, но, соответственно, и в комиссию по делам несовершеннолетних. Если ранее нам была такая возможность дана, что мы в отношении такого правонарушителя могли при наличии положительного характеризующего материала могли вынести заключение о нецелесообразности постановки на учет, то сейчас эти меры у нас уже сочины. То есть таких подростков с первого раза мы ставим на профилактический учет. И что влечет за собой профилактический учет? Какие меры воздействия или наказания? Профилактический учет по данному факту влечет, соответственно, это постановка на учет к наркологу именно по данному составу правонарушений, под наблюдение, не на учет поправлюсь, именно под наблюдение врача-нарколога. Ну и, соответственно, это ведет к тому, что при поступлении высшие учебные учреждения профилактический учет уже даст о себе знать, то есть как отрицательный характеризующий материал. На полбалла снижается оценка? Наверное, даже на бал. Давайте сейчас вернемся к нашей основной теме. Поскольку не работают летние площадки, оздоровительные лагеря и не проводятся спортивные соревнования, получается, что органы государственного управления, я имею в виду сейчас управление народного образования, школы, в том числе и родители, сняли с себя ответственность за воспитание детей. Поправьте меня, если я не прав. Я хочу отметить, что готовность к работе оздоровительных лагерей на территории Артемовского городского округа была уже 100% на 1 июня. Но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, где органы управления Роспотребнадзора и оперативный штаб не разрешал открыть лагеря с 1 июня, наши все образовательные учреждения работали немного в другом режиме. Сегодня мои коллеги уделили большое внимание учреждениям культуры, учреждениям спорта, но я хочу немного еще добавить, что наше учреждение дополнительного образования в сфере образования, которое относится, это станции юных техников, детская школа «Феникс» и Центр творческого развития гуманитарного образования работали в полном режиме по охвату детьми социально значимыми мероприятиями в дистанционном формате. Наши школьники, наша школьная молодежь, она очень любит зависать в интернете. Мы воспользовались этой ситуацией, и порядка 80 мероприятий провели в дистанционном формате. Это были и мастер-классы, это были и соревнования, это были и викторины, где ребята могли проявить себя в каком-либо направлении деятельности. Тем не менее, с 20 июля у нас на базе 18 школ открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Они заканчивают свою работу 9 августа. Порядка 915 детей посещают пришкольные лагеря с дневным пребыванием. И еще один лагерь негосударственного учреждения организован на базе формулы успеха. То есть, около 1000 детей мы охватили летним отдыхом. Кроме этого, на территории Артемовского городского округа функционирует загородный оздоровительный лагерь. Это лагерь юность, который тоже был принят межведомственной комиссией по летнему отдыху. В нем находится тоже 215 детей. Но правда, не только... А сколько из них артемовских? Не только дети присутствуют в городе Артема, но всего Приморского края. Порядка 30 детей находится, артемовских детей. Но во вторую смену на базе этого лагеря с 9 августа у нас будет организована профильная смена спасатель организованной станции юных техников. И где 30 детей у нас будет находиться в этой профильной смене. Очень много можно говорить о том, как у нас обстоят дела и что хорошего мы с вами сделали для того, чтобы организовать досуг и отдых подростков. А мне бы хотелось услышать от вас практические советы. Что делать родителям, когда ребенок учится по удаленке, постоянно сидит в интернете, среди друзей это дворовая компания. Как ему научиться правильно ориентироваться в жизни? Ну, наверное, своим родителям надо больше внимания уделять своим детям. Это сейчас совет родителям? Это совет родителей. И как можно больше свободное время проводить вместе со своими детьми. Это первое, что хочется посоветовать. Вместе поехать на море, вместе посетить какое-то мероприятие, вместе поучаствовать в том же дистанционном конкурсе, но вместе сидя со своим ребенком, чтобы ребенок видел заботу своих родителей, видел внимание к нему. И тогда у него не будет никаких нехороших мыслей поучаствовать, натворить что-либо. Ну вот я еще хочу сказать, если вдруг в семье сложилась такая ситуация, когда детско-родительские отношения нарушены немножко, родители не понимают детей, дети не понимают родителей, мы всегда предлагаем обратиться к психологам. У нас на территории Артемовского городского округа есть возможность бесплатной консультации психологов, которые смогут выявить причину, смогут направить туда, куда надо. Главное, чтобы родители от этого не отказались и следовали нашим рекомендациям. Я с вами соглашусь, что общение детей с родителем часто наносят психологическую травму, прежде всего, родителям. Безусловно. Но ведь по каждому поводу к психологу не побежишь. Я знаю, что вот на сегодняшний момент с нашей стороны мы попытались сделать все для того, чтобы люди были, родители были защищены от такой ситуации. От детей? Нет, от такой ситуации. Почему от детей? Сейчас сложилась такая ситуация, когда большей частью родителей и дети находятся дома вместе. Удержать их практически, детей, как удержать, такая погода. Ну, конечно. Интернет. Да, веселая компания и так далее. Вот именно для этого 15 апреля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних мы рассмотрели такой вопрос об усилении профилактической работы, скажем, по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, в рамках которых затронуты следующие темы. Оказание психологической помощи родителям. Оказание помощи в случае... Мы же все понимаем, когда сидят дома родители и дети, то нагнетается обстановка. Если в семье и так она обстановка, да, в некоторых семьях такая сложная. И когда возникает непонимание, могут возникнуть и агрессии со стороны родителей в отношении детей. Мы попытались работу организовать таким образом, чтобы родители знали, были проинформированы, куда обратиться, в кризисные центры, чтобы до них была доведена информация, где им смогут помочь, чтобы они имели связь со всеми органами и учреждением системы профилактики, как минимум с комиссией, чтобы комиссия могла уже куда-то дальше рекомендовать обратиться. Потому что под лежачий камень вода не течет. Если родитель сам инициативу не проедет, если семья не состоит у нас на учете, и мы об этой семье не знаем, под лежачий камень вода не течет. Обратятся, мы всегда поможем. Но они обратятся, конечно, это уже... Как можно в чужую семью со своим уставом? Мне кажется, что то, о чем мы сейчас говорим, это как раз и есть меры профилактики работы инспекции по делам несовершеннолетних. Или я не прав? Это органы системы профилактики? Это органы совместные. То есть на основании 120-го федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений. То есть с такими детками, с такими семьями работают все органы, которые указаны в данном федеральном законе. Конечно, инспектора по делам несовершеннолетних, они из себя не снимают ответственность по факту происшедшего. Поэтому, конечно, проводится профилактическая работа, рекомендуется. То есть у нас на сайте МВД, как Алла Леонидовна уже сказала, размещены телефоны для всех граждан. Не именно той категории, которые состоят у нас на учете. Именно для всех граждан, куда могут обратиться с той либо иной проблемой. Если когда возникает вопрос по организации досуга несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция, отдел образования, никто никогда отойдет в сторону и не окажет помощь, содействие ребенку либо семье. Мне кажется, вот в этом деле, в деле противодействия детской безнадзорности и преступности, мы с вами проигрываем информационную политику. Вернее, она полностью отсутствует. Отсюда безнадзорность и даже преступность. Вам как кажется? Не совсем согласна, потому что как раз с целью профилактики, с целью ликвидации неграмотности правовой и юридической мероприятия, это как раз и проводится среди детей, среди взрослых. Скажите, много детей знают о том, что проводятся такие мероприятия? Александр Иванович, они знаете, каким образом проводятся? А сколько родителей за последнее время обратились к психологу за помощью, когда они не могли справиться со своими детьми? Вот вы говорите, много ли детей? Мы же не так приглашаем и объясняем. Мы приглашаем и объясняем, когда на заседании комиссии он уже что-то совершил. А мы же проводим профилактические акции, мы проводим профилактические мероприятия. Мы ездим по учреждениям, вплоть до учреждений среднего образования, проводим профилактические беседы, предупреждаем об уголовной административной ответственности, рассказываем последствия совершения преступлений и правонарушений. Обо всем, от чего можно оберечь подростков, мы обо всем это рассказываем. Причем мы это делаем два раза в год. У нас есть такая акция «Закон общества. Я». И мы, представители различных органов системы профилактики, как то уголовно-исполнительное, отделение по делам несовершеннолетних, прокуратура с нами иногда ездит, комиссия по делам несовершеннолетних, наркоконтроль. Вы приходите в школу и… Все рассказываем с видеорядом, да, с роликами. Причем это не просто монолог, это диалог с детьми. И дети, как правило, они много чего знают. Я знаю, что школа проводит очень большую работу вот в этом направлении. В школах, естественно, педагоги проводят работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, привлекая, опять-таки, инспекторов подразделения несовершеннолетних, комиссию по делам несовершеннолетних, спортсменов, которых знают ребята. Но я хочу сказать, вот с чего мы начали сегодня выступление. 34 подростка были рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних за распитие, да, напитках алкогольного. А было время, когда количество вот таких несовершеннолетних, рассматривали на комиссии, было порядка более 100 человек. То есть можно уже сделать вывод, что та совместная работа всех органов системы профилактики, она дает свой результат. Меньше стало детей… Бродяжничать. Бродяжничать. Мы их не видим на улице, да. Да, есть проблема с распитием спиртных напитков, но мы продолжаем работу в этом направлении. Больше детей принимают участие в социально значимых акциях. Вот сегодня мы смотрим детей… В волонтерском движении. В волонтерском движении. Вот мы сегодня смотрим на детей, которые готовы помочь перейти бабушке по пешеходному переходу, помочь сходить, принести, купить какую-то покупку. То есть таких детей гораздо больше становится, и это благодаря как совместной работе, я уже говорила, и педагогов, и всех членов учреждений Совета профилактики, но и также родителей, которые помогают воспитывать вот таких гражданских, активных детей. С начала нового учебного года планируем в образовательных учреждениях, значит, создать такую деятельность правоохранительной направленности, как юный друг полиции. То есть вот о чем сейчас и Ольга Дмитриевна говорила. То есть мы хотим вовлекать несовершеннолетних, как начиная с начальной школы, так и старшеклассников, да, чтобы они могли ориентироваться на активную гражданскую позицию. Понятие современных школьников, молодежи, подростков, термин «юный друг полиции» звучит очень сомнительно. Мы для чего тоже, да, эту акцию проводим? Чтобы воспитать законопослушных граждан, да, Российской Федерации. Это не значит о том, что, я понимаю, о чем вы говорите, да, если ты друг полиции, значит, ты, как они говорят, стукачество красный, да. И, конечно, мы не хотим направлять подростков, да, чтобы их мнение такое сложилось. Стимулировать именно это направление. Именно это, да, то есть, наоборот, возвысить престиж, скажем так, полиции. Нет ничего плохого, если человек с самого раннего возраста ориентируется на те положительные примеры, которые демонстрируют нам органы полиции. Конечно, тем самым повышается и правовая осведомленность детей. Безусловно, и она непременно будет расти до тех пор, пока мы с вами все вместе будем заниматься и профилактической работой, и применять другие методы воспитания детей и подростков. Уважаемые телезрители, органы правопорядка и профилактики детской безнадзорности и преступности, безусловно, имеют огромное значение, как для нас, так и для самих подростков. Поэтому, какое мы воспитаем будущее поколение, зависит только от нас. Это была программа «Свободный диалог». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok